и почему вы решили, что он неправильно делает. С чем вы это сопоставили? Просто с чувствами, этого мало. Надо привязать это к конкретным подсказкам истины. 118. Это очень необходимо, потому что именно ваш эгоистический чувственный мир еще пока довлеет над вами. Он, прежде всего, и вынуждает двигаться вашему мыслительному процессу в угодном для себя русле. Поэтому, если вы будете просто с эгоистических позиций что-то осмысливать, вы осмысливаете неизбежно, всегда, обязательно в угодном эгоизму направлении. 119. Многое я хочу давать очень точно и конкретно, чтобы это не извратилось эгоистическим сознанием, но вы могли взять и постараться это сделать, чтобы это было ясно, чтобы нельзя было туда додумать что-то негативное и истину превратить в лжестину. 129. Вот почему я и прошу от вас очень точного осмысления того, что с вами происходит. Вы обязательно должны учиться это делать, и только лишь после этого вы будете учиться задавать более конкретный вопрос. Он будет действительно касаться деталей вашей ошибки. Тогда вы получите простой ответ, и вам останется лишь его сделать. 121. Но если вы не сможете коснуться конкретно, ответ мой вы не сможете использовать. Даже конкретный мой ответ использовать вам будет сложно, вы не знаете, куда его вставить, потому что вы недостаточно осмыслили свою собственную проблему. 122. Так что учиться осмысливать наиболее точно и конкретно то, что связано с вашей жизнью, жизненно важная необходимость. Не стесняйтесь, если что-то не получается, еще долго будет не получаться, но главное, это ваша активность и старание. И конечно же, это все получится. 123. До сих пор вы более-менее могли что-то трезво осмысливать, но только связанное с вашими профессиональными навыками. Это и есть особенное построение жизнеустройства человеческого общества, которое вас подвигает к очень узкому осмыслению своих жизненных задач. И вы более-менее начинаете осмысливать жизнь, но с позицией своих профессиональных интересов. Это очень узкое прикосновение к жизни. 124. Вы настолько загружены проблемами об удовлетворении собственных инстинктов, что рассуждать о жизни у вас вообще не остается времени. И получается, жизнь построена так, чтобы вы были полными невеждами в отношении жизненных вопросов. 125. Вот отсюда и складывается потребность искать кого-то, кто будет разрешать эти жизненные задачи. И тогда вы сами начинаете делать кого-то из себя в качестве царя, чтобы кто-то нес ответственность за эти жизненные проблемы. 126. Но он точно так же не знает эти задачи и будет мнить себе, что он что-то знает. Он так же будет путаться в этой жизни, но вы будете успокоены тем, что это он отвечает за ваши неприятности и будете потом его стараться наказать. Но это неправильное отношение к жизни. 127. Вот теперь надо будет учиться размышлять о жизни. И здесь будьте внимательны, чтобы вы не споткнулись на этой ложной значимости, которую вы в какой-то мере приобрели по жизни, ложной значимости по качествам своих профессиональных навыков. 128. Ведь вы должны быть значимы в качестве человека, а не какого-то представителя определенной профессии. Вы должны обрести значимость именно человека, настоящую значимость истинного характера. Вот к этому вы должны будете прийти. 129. Надо будет учиться чувственно смело входить в обстоятельства, оценивать эти чувственные внутренние переживания и потом делать правильные оценки и правильные дальнейшие усилия над собой. Вот тогда вы будете приобретать мудрость. 130, но будьте внимательны к тому, что звучит у вас внутри, будьте к этому очень бдительны. Если вы попадаете в разные жизненные обстоятельства, когда кто-то принес вам какие-то переживания, у вас возникла прекрасная возможность осмыслить себя, но не действие ближнего, почему это он принес вам такое переживание. 131.